итак здравствуй дорогие друзья сегодня нас торник 10 декабря и давайте посмотрим на графики евро и фунтов видим что вчера евро предпринял попытку роста выше сопротивления 1068 на него и обращал внимание хорошая попытка была образована на фоне данных по сальдо баланс внешней торговли германии многие экономисты ожидали сокращения но вопреки им произошел рост что и привело к небольшой восходящей коррекции евро после крупного падения в пятницу однако закрепиться все-таки быкам на этом уровне не удалось и уже во второй половине дня как и обращал внимание формирование ложного пробоя на этом диапазоне привело к снижению евро пока вероятность дальнейшего падения сохраняется сегодня необходимо обратить внимание на данные по изменению объема промышленного производства франции изменения проблемом причина производства италии также у нас выйдет объем ввп по великобритании важные данные по изменению объема промышленного производства сальдо баланса внешней торговли и активность в сфере услуг что может конечно оказать дополнительное давление на британский фунт если данные окажутся хуже прогнозов экономистов ну и ряда таких средних отчетов по настроениям деловой среде германии по настроениям деловой среде еврозоны все это конечно может еще больше оказать давление на европейскую валюту если отчеты окажется хуже прогнозов экономистов уже во второй половине дня обратим внимание на ряд не сильно важной фундаментальной статистики по сша это оптимизм в сфере малого бизнеса и изменение уровня себестоимости труда что касается технической картины то формирование ложного пробоя в первой половине дня на уровне 1074 вплоть до 1079 будет сигналом на продажу евро но более важной целью конечно медведи будет прорыв закрепления ниже поддержки 1053 до которой вчера удалось добраться но закрепиться ниже не удалось за прорыв этого уровня обеспечит конечно дальнейший медвежий нисходящий импульс уже в диапазон 1030 и затем на 1004 откуда можно покупать евро сразу на отскок если мы все-таки прорываемся выше на 1074 то вполне вероятно настоящая коррекция продолжится до уровня 1097 здесь можно посмотреть продажи с коррекцией 10 15 пунктов вниз учитывая низкую волатильность либо открывать короткие позиции уже сразу наскок от более крупного сопротивления 1120 на этой неделе важный акцент будет смещен конечно на заседании европейской центральных банков поэтому сильного движения в первой половине этой недели я не ожидаю что касается британского фунта то здесь мы видим продолжается консолидация не сумеем пробиться выше 3167 сформировав сопротивление на 31 73 и пока торговля ведется в таком боковом канале вполне вероятно что слабые данные по великобритании приведут к тесту уровне 31 30 но лишь его пробой закреплением ниже устроит более крупную распродажу на 30 84 где скорее всего в рынок будут возвращаться новые покупатели рассчитывая на положительный исход по всеобщему выбору великобритании где консервативная партия на получит большинство в парламенте если все-таки данные хорошие формирование ложного пробоя на 31 30 хороший сигнал к покупкам а повторный тест закреплением выше 31 73 приведет к новому подходящему импульсу уже в диапазон 32 27 и 32 65 только здесь рекомендую смотреть короткие позиции по британскому фунту всем удачи